друзья как и обещал снимаю видео про вот эти удлинители или как их еще называют переноски набралось вот такое количество сейчас это дело мы вместе с вами будем раскладывать на атомы молекулы производить такие устройства из алюминия китайцы пока что еще не научились поэтому все вот эти проводки они конечно же медные и этой меди сегодня наверное будет нормально по крайней мере я на это надеюсь стоп я забыл эта кнопка не работает вот это рабочая всем привет друзья вы на канале пластилин в прямом эфире ваше любимое реалити-шоу медная лихорадка как обычно наливайте чай кофе какао каково ставьте лайк этому видео всем приятного просмотра стартуем но прямо сейчас уже наверное многие начали печатать комментарии типа зачем ты это все разобрал можно было отремонтировать просто почистить кнопочку или запитать все напрямую дело в том что для себя я уже давным-давно сделал две нормальные переноски от шнура от пылесоса он сам по себе толстый качественный да и длина у него нормальная а все что вы сейчас видите перед собою это дешевые китайские удлинители с дешевыми проводами и комплектующими восстанавливать или ремонтировать вот это дело я вообще не вижу никакого смысла но вот для наглядности показываю вам качество пластмасса вот этого китайского если его чуть-чуть стукнуть или наступить она так вот вообще разваливается в руках просто проводки здесь тоже никакие совсем тоненькие и если через такой удлинитель запитать например холодильник или бойлер вот этот шнур может нагреваться кнопочка будет срабатывать но это в лучшем случае а так все может искрить гореть и плавится поэтому на вот таких предметах лучше вообще не экономить лучше купить одну переноску но при этом качественного лично я пользуюсь самодельными удлинителями только в сарайчике в доме у меня стоят нормальные дорогие переноски изначальный вес 3 килограмма 90 грамм самое ценное здесь это конечно же медь которая находится в шнуре также есть латунь вот в этих розетках но иногда вместо латуни китайцы умудряются сюда засовывать обычное железо все нужно проверять латунь также на вилке есть ну и самой кнопочки могут быть серебряные контакты могут быть и медные но это вообще какой-то ноу-нейм вообще никакого названия здесь не вижу типа технические характеристики вот видно кто-то пытался этот удлинитель ремонтировать откручиваем винтики и разбираем открываем вот видно уже что-то подгорало вот такая начинка но судя по цвету это латунь ну да к магниту не прилипает и это уже радует разбирая кнопочку сейчас посмотрим если здесь серебришка с виду вроде бы вот такой контакт но это просто выдавлена подложка это даже не медь обычная железа все детальки и кнопочки прилипают магниту кошмар обычный чермет вот эту вилку пока что можно откусить их мы переработаем отдельно в конце видео а сейчас мы будем разбирать вот этот шнур вообще вся вот эта чистка медных проводов особенно самых маленьких тоненьких это мое слабое место и чтобы хотя бы как-то облегчить этот труд я уже пару лет назад пытался делать машинку для чистки проводов и из этого ничего нормального не получилось вчера я снова загорелся этой идеи перепробовал кучу вариантов с лезвиями саморезами и обратно фиаско на ютубе есть даже целая куча видео где все красиво рассказано и показано как делать эти машинки но они зачастую работают не особо хорошо так как чистят провода более-менее одного диаметра и более-менее толстые провода ну и плюс вот эти лезвия из канцелярских ножей они постоянно тупятся при чистке машинку постоянно нужно разбирать потом опять собирать это очень долго непрактично короче говоря гораздо быстрее эти провода разбирать вручную вручную но при помощи сверхсовременного супер технического устройства насер дайсер пластилин 2000 это у нас совместная разработка nasa space x и virgin galactic вот такая вот досточка с вот такими прорезями это сделано для толстых и тоненьких проводов типа два в одном платите за 1 а получаете 2 все элементарно просто берем наш проводок кладем его вот так вот прижимаем правой рукой прислоняем канцелярский ножичек а левой рукой его понемножку вот так оттягиваем очень быстро удобно и совершенно не напряжно насер дайсер пластилин 2000 экономит ваши силы время ну и конечно же нервы толстые провода чистятся вообще без проблем нас тоненькими конечно же придется еще повозиться обратно китайцы меня обманули этот удлинитель был с виду такой симпатичный с толстым шнуром вроде бы качественный надежный но по факту из трех медных проводков внутри было только два провода третий был вот такой просто пустая изоляция это получается в этой переноски не было заземления сейчас попробуем на этом найсер дайсере почистите вот такую вот мелочевку прислоняем вот так вот ножичек и протягиваем наш проводок изоляция вот так вот срезается но вроде пока все нормально работает штуковина все более-менее нормально почистилась получилось два у таких вот совсем небольших медных пучка но все равно как по мне чистить такие маленькие тоненькие проводки вручную нету смысла очень долго лучше такую медь обжигать раньше такие вилки постоянно обжигал на костре доставал отсюда во все медные латунные атомы и молекулы но сегодня буду действовать по-другому зажму все это дело в тиски и достану всю латунь вручную вы наверное скажете так у тебя же нету тисков это у меня их раньше не было теперь они появились пришла вот такая очередная посылочка от скифа дружище спасибо тебе еще раз большое судя по звуку и по весу здесь как раз находятся тиски ну да кто не знал на украинский мове тиски это площадка слюсарни особые власти поворот не чего не индустриальные высокомерсные такие как на картинке должны не зря все таки наверное снимают все эти видео находятся хорошие люди которые постоянно подбрасывает что-то полезное и интересное ничего себе так здесь все вот так вот даже в упаковочке запаковано паспорт круто обалдеть сам бы я себе такое ближайшее время точно бы не купил ручка вот так вот все называется вулкан и вот здесь тоже гравировочка шикарно на коробочке написано что производитель из города винница но это не точно нужно проверять но все правильно в инструкции написано что украина только импортер сделано в индии специально для этих целей притащил вот такой вот пенечек он как бы не совсем целый лопнутый но крепкий это или груша или абрикос короче говоря на первое время сойдет сейчас сюда прибью вот эти тиски и буду ими вот так вот пользоваться ну поехали тест драйв попробуем зажать вот эту вилку можно сказать тиски и почти уже расплющили достаем латунь и еще вот эту запчасть можно забрать латунную вот такая латунная мелочевка которую все выбрасывают друзья вот так вот выглядит разобранный китайский удлинитель вот эта маленькая кучка с обычным железом вот это типа какая-то не магнитная китайская нержавейка которая скорее всего тоже пойдет железом кучка латуни ну и два пучка медных проводков переноска это конечно очень сильно бедная латуни всего-навсего 11 грамм ну а меди 19 грамм вот такие новости но вот это все я пока что буду разбирать за кадром ничего нового интересного я думаю здесь не будет если будет то покажу вот кстати здесь вроде бы серебряные контакты на 3 розетки на 5 вот это вообще на 6 розеток но начинка здесь плюс-минус одинаковая начинка одинаковая но везде из разных металлов вот здесь например абсолютно все запчасти сделаны из латуни вот смотрите какой красивый желтый цвет в некоторых переносках только вот эти длинные пластинки латунные все остальное или железо или какая-то нержавейка в некоторых вообще одно железо это какая-то жирная переноска такая латунь а вот как бы тоже необычные розетки с вот такими штыречками типа заземления но штыречки латунные все нормально друзья ну наконец-то я все разобрал непонятно почему но на этот разбор у меня ушло очень много времени при том что сами проводки я пока что не чистил поснимался шнуров только толстую оплетку их мы будем обжигать но чуть попозже не сегодня очень много отходов получается с этих удлинителей вот такой целый пакет отправляется мусор ну и вкратце показывая вам все то что удалось сегодня намутить железо всего-навсего вот такое количество болтики гачки некоторые контакты тоже прилипают к магниту вот такая латунь с виду вроде бы неплохо но по факту она тоненькая вес совсем небольшой сейчас обязательно взвесим чистая медь это с первого удлинителя но и вот такая вот медная колбаса со всех остальных переносок вот как-то так 238 грамм латуни не поместились проводки на кухонные веса пришлось брать вот этот кантер 625 грамм медных проводов так как толстой оплетки здесь уже нету я думаю меди будут процентов 50 может быть даже чуть больше плюс минус 300 грамм всего-навсего с такой кучи всяких разных проводков у меня накопилось уже очень много но я их сейчас вообще не обжигаю у нас засуха очень большая пожарная опасность и конечно же очень большие штрафы за это дело поэтому жду пока на улице похолодает печалька друзья всем спасибо за просмотр за ваши лайки и комментарии встретимся в следующем видео спасибо